МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вывод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год. Сергей Морозов отметил современное техническое оснащение производства действующей площадки группы компании «Легран». Поздравил руководство с расширением географии поставок, а также пообщался с работниками предприятия. Я упаковываю трехпостовые розетки в КТЛ. Как долго вы работаете здесь уже? Второй год. В чем сложность работы получается? Это ручная работа. Ну и, конечно, внимательность должна быть, чтобы не пропустить какой-то недочет. После оценки технической базы предприятия Сергей Морозов принял участие в заседании Совета по промышленной политике. Губернатор, подводя итоги года, отметил, что индекс промышленного производства в Ульяновском регионе за 10 месяцев зафиксирован на уровне 104,4%. В обрабатывающей отрасли – 108,3%. Среди 14 регионов ПФО Ульяновская область заняла шестое место, опередив такие промышленные центры, как Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область и Пермский край. В следующем году планка должна быть еще выше. В отличие от многих других регионов Российской Федерации, я вот только вечер прилетел из Москвы с очередной такой серьезной дискуссией, что нам делать, как нам успеть за технологическими революциями, за серьезным изменением всех тенденций в мире. И мне приятно было там несколько видеть о том, что мы, во-первых, в тенденциях находимся, изменениями, а с другой стороны, о том, что в отличие от еще раз повторяемых регионов Российской Федерации, у нас индекс промышленного производства продолжает расти. В своем докладе первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин отметил те предприятия, которым удалось добиться успехов в этом году. Так, серьезный прорыв в производстве совершил Авиастар. Заводы конца года планируют реализовать пять воздушных судов ИЛ-76МД-90А. Среди предприятий-лидеров по темпу роста отгрузки продукции оказался ульяновский производитель автобусов СИМАС и ряд других организаций. Отличные результаты по показателям темпа отгрузки у нас сегодня у Марса, у автокомпонента и у ряда других предприятий. Также хорошие результаты в производстве деятельности непосредственно влияют и на благосостояние работников предприятий. Глава региона поблагодарил всех руководителей и работников предприятий за проделанную работу в течение года, отметив самых лучших грамотами и подарками. Я работаю на заводе «Контактор» с 1977 года. Работаю слесарь-советовщиками по изготовлению пресс-фор. Но сейчас уже работаем только по ремонту пресс-фор. Работа нравится. За свою трудовую деятельность через мою школу прошли. Немало достойных ребят. После церемонии награждения Сергей Морозов призвал всех руководителей предприятий и работодателей области сделать 31 декабря выходным днём для своих подчинённых, чтобы ульяновцы смогли набраться сил для отличной работы в следующем году. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новость Улл. Правда. ТВ. Новость Улл. Правда.